Человек не должен просыпаться с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но некоторые из тех, кто сейчас защищает Украину на передке, считают это роскошью. Знание того, что где-то рядом ходит смерть, будоражит кровь и провоцирует в отсутствии боя на ежедневные тренировки, отрабатывая элементы боя до автоматизма. Можно сказать, что воины – те же спортсмены, и у них своя Олимпиада. Убить как можно больше врага и спалить как можно больше техники, при этом оставаясь в живых. Здесь или ты, или тебя. Здесь не приходится выбирать. Здесь нет такого «я не могу» и «не хочу». Не хочешь – не будешь – тебя убьют. Поэтому остается только защищать. Да, этот путь страшнее любого кошмара. Но воины знают, на что идут. Знают и то, что их будут чтить и помнить, как сегодня украинцы чтят всех, кто боролся за Украину. Начиная с казатства и заканчивая сегодняшними героями. Враг пока еще силен и превосходит нас в вооружении, но дед-параноик не оставил нам другого выбора, кроме победы. Ибо историю пишет победитель. Мы уже научены горьким опытом, что нашу историю враг переписывал как хотел, внедрив в нее горы лжи. И чтобы этого не повторилось, нас устроит только победа и крах Кремля. Заодно решив извечный 300-летний вопрос непрекращающегося красного террора. Но чтобы решить эту проблему, необходимо и думать на 300 лет вперед. Чтобы у наших детей, внуков, правнуков был шанс на эпоху возрождения Украины. Для этого уже сегодня нужно закладывать механизмы и готовить как военный, так и геополитический плацдарм. Как бы это бравурно не звучало, но Украина не без помощи западных союзников неожиданно открыла для себя окно возможностей. В котором от наших действий, от действий Украины, может зависеть, как и в каких границах дальше будет существовать чумной барак. И будет ли он существовать вообще. Россияне не оставляют попыток взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск. Вчера было три штурма, которые закончились прогнозировано. Кто-то из оккупантов будет штурмовать без конечностей, а кто-то поедет обратно в полиэтиленовом пакете. Все попытки отбиты, орки накормлены свинцом. В северо-Донецке, ближе к утру, орки подтянули резервы, приступили к массированному многочасовому обстрелу. Пришлось немного отойти, но мы контролируем большую часть города. Та же промка – это уже половина площади. Бои продолжаются севернее. Отходить никто не собирается. Арта работает успешно. Большая часть города за нами. Ситуация в зоне ООС сложная, но не критическая. Есть несколько вариантов решения проблемы, в том числе Северодонецка и Лисичанска. Но только время покажет, какой из них будет выбран. Хотелось бы отметить, что потери врага в личном составе по отношению к потерям ВСУ в зоне ООС составляет 7 к 1. На отдельных участках – 9 к 1. Лиманско-Святогорский плацдарм почти полностью утрачен. Отходим для сохранения жизни и здоровья бойцов. Линия фронта будет проходить по Северскому Донцу. Смотрим на попытки орков форсировать реку. Особенно этого ждет наша Арта. На Харьковском направлении продолжаются успешные контратаки ВСУ. Мы еще ближе прижали россиян госграницы. Орки так упорно обороняли зону к северо-востоку от города, что кое-что пропустили. Например, угрозу поставок для своего изюмского стада. Наступление на Славянск грозит им непредсказуемым результатом. ВСУ также продвинулись в районе Печенежского водохранилища. Поэтому от бессилия орки опять обстреливают Харьков и поселки рядом. Эту операционную зону они уже проиграли. На Херсонском направлении ВСУ вернули под контроль еще 4 населенных пункта. Готовится плацдарм для голосования. С новых позиций возле Херсона уже не видна дата очередного референдума. Будут голосовать ВСУ, что оркам совсем не понравится. Также наши войска успешно защищают занятый плацдарм на левом берегу Ингульца. Орки 4 дня пытались отбить позиции на левом берегу. Белогорка, Лозовое, Андреевка. Попытки не увенчались успехом, положив там в общей сложности до одной БТГР. Вчера орки на Кинбурнской косе проводили подготовку по высадке десанта на Очаков и Коблева. ВСУ немного подкорректировали план, отправив россиянцев на корм черноморским бычкам. На Запорожском направлении, в районе Гуляй-Поля, враг отодвинут в среднем на 5 километров от предыдущих позиций. ВСУ продвигается к пологам. Количество орков вместе со всем железом Васильевки на планы ВСУ не влияет. Мы все видим. Нас ждут тяжелые две недели. С одной стороны обороны Северодонецко-Лисичанского плацдарма, Славянска и Сиверска. С другой – тяжелое продвижение на Харьковщине и Юге. Если за это время исходные позиции на фронте не изменятся, впоследствии наше контрнаступление станет стратегическим. Субтитры создавал DimaTorzok